Сегодня свыше 2200 учащихся 10-11 классов Московского района обучаются в профильных классах. Уже много лет функционируют кадетские классы, заключены договоры о взаимосотрудничестве с пограничной службой, с Академией МВД и Военной Академией. Есть классы педагогической и спортивно-педагогической направленности. Ноу-хау прошлого года стал договор между Брестским государственным техническим университетом, управлением образованием и Брестоблгазом об открытии инженерного профильного класса на базе гимназии номер 2 и средней школы номер 20. Сегодня в Московском районе проводится активная работа по поиску новых форм организации образовательного процесса, направленных на актуализацию рабочих профессий. Время идет вперед, время диктует новые подходы. И сегодня мы говорим о том, что допрофильная подготовка и профориентационная работа должна начинаться на более ранних этапах. Именно поэтому было принято и поддержано предложение о создании транспортного класса на базе 8 класса, это вторая ступень обучения в средней школе номер 37. Мы начинаем профориентационную подготовку с раннего возраста, с 8 класса. То есть вот нашу подготовку мы можем разделить и мы будем делить на два основных блока. Первый блок это транспортные классы, мы будем задействовать здесь ребят и девушек с 8 по 9 класс. И второй блок это профильные классы, профильные классы будут задействованы ученики 10 и 11 классов. Программа профильного транспортного класса предусматривает углубленное изучение физики, математики и информатики, а также внеклассные занятия непосредственно на самой железной дороге. Это будет глубокое погружение в данную профессию. То есть ребята могут познакомиться не только с внешней стороной этой профессии, когда сегодня мы садимся в поезд, видим его ухоженный, мы видим приветливых проводников, проводниц, которые нас встречают. Но и ребята будут знать ту сторону, которая стоит за этим. Многие школьники знают только поверхностно, это проводник пассажирского вагона, это машинист локомотива, а таких профессий, как электромонтер, устройство, автоматики, телемеханики и так далее, соответственно, не все знают. Поэтому наша задача в первую очередь это, конечно же, познакомиться со всеми профессиями школьников, ну и в конечном итоге получить мотивированных выпускников школ и наших абитуриентов. Продолжая тему внеклассной работы, Андрей Новик подчеркнул. У нас на Брестском отделении 17 филиалов и пособленных структурных подразделений. И на каждом из них наши ребята, я уже называю их наши, потому что это ребята, которых мы будем курировать, которых мы будем видеть, посетят эти подразделения, увидят работу этих подразделений и увидят обратную сторону железной дороги. То есть увидят не то, как вагон выглядит изнутри, а увидят то, как его готовят в рейс, как его ремонтируют, каким образом производится опробование тормозов и так далее, и так далее, и так далее. У нас в школе вообще ведется большая профориентационная работа, в том числе и на рабочие специальности. В частности, можно привести такой пример, что у нас обычно в параллели, например, 6 классов, и после второй ступени у нас остается 3-4 класса. То есть профориентационная работа ведется очень большая. Ну а кто будет чувствовать, что он должен учиться дальше, с транспортными классами будет большая перспектива, поскольку они сразу же пойдут после окончания школы в колледж, после колледжа на третий курс института транспорта. Все нюансы оговорены, и вот самый ответственный момент – подписание четырехстороннего договора, в котором участвовали представители Брестского отделения Белорусской железной дороги, средней школы номер 37, управления по образованию администрации Московского района города Бреста и Брестского колледжа, филиалы учреждений образования Белорусский государственный университет транспорта. Виктория Гапутина, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.